Здравствуйте! Сегодня продолжим тему устройств в проигрывании громпластинок с автоматической подачей. Представляю чейнджер Philips NG1300-75A. По информации из интернета устройство производилось в 1960-62 годах подразделением Philips Radio Deutschland. Судя по этикетке, данный экземпляр был произведен в мае 1961 года. Чейнджер имеет 4 скорости 16, 33, 45 и 78. В устройстве установлен очень легкий пластмассовый диск, из чего можно сделать вывод, что это очень бюджетный чейнджер. В комплекте было два шпинделя, один для работы чейнджера, а другой для одиночного проигрывания пластинок. Устройство потребовало капитальной чистки, как поверхностей, так и вращающихся трущихся частей. Двигатель не вращался из-за засохшей смазки. Следует отметить, что это характерно для устройств производства Philips, которые находятся в моем распоряжении. Ролик в плохом состоянии. К сожалению, ранее устройство хранилось включенным на скорость, поэтому в ролике образовалась выемка от вала двигателя. Мне удалось заставить ролик хоть как-то работать. Я немного обработал ролик шкуркой, замочил в керосине, а затем дополнительно обработал силиконом. Устройство заработало, но детонация очень высокая. В принципе, новый ролик можно купить. Но поскольку я пока не собираюсь использовать этот ченджер, то я не стал этого делать. А для презентации вполне достаточно работоспособности устройства. Ченджер был оборудован звукоснимателем AG3063. В этот звукосниматель устанавливается только одна игла. Можно использовать иглу для пластинок 33-45 оборотов или другую иглу на 78 оборотов. Звукосниматель оборудован перемычкой, которая позволяет закоротить выходы и получить моно-версию. Проблема состояла в том, что звукосниматель практически не работал. Когда я разобрал его, оказалось, что пьезоэлементы повреждены. Для презентации я не стал покупать новый звукосниматель, а просто вставил внутрь корпуса оригинального картриджа дешевую китайскую керамическую головку за полтора доллара. Высоту иглы я подобрал более-менее точно, а вот вынос иглы стал меньше примерно на 2 мм. Прижим я выставил на 4 грамма. Играет. Хотя у меня есть игла на 78 оборотов для этого картриджа, но в презентации я использовал только одну скорость – 33 оборота в минуту. Как я сказал ранее, уровень детонации ченджера достаточно высокий. Поэтому, чтобы не оскорблять слух зрителей, для презентации использована пластинка с художественным чтением стихов Лермонтова в исполнении Качалова. Демонстрацию работы устройства смотрите дальше. Спасибо! В песчаных степях аравийской земли три голода. Твердые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплотной журча пробивался волною холодной, хранимый оттенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. Какой души ты знала, Эльфену? Ты знала! Я б тебя не знал! Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok